МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие нарушения? Наш вундеркинд. Как бы жюри проверяет твое умение думать. Ученик 10-й школы стал лучшим в стране по географии. В чем секрет успеха? Быстрые деньги. Правительство назвало предприятие, которым НДС вернут всего за 60 дней. Так они 30 дней лежали без движения, а так мы немножко их раньше увлекаем оборот. Кто в списке? А также вектор интеграции, ЦТ-онлайн и небо в дымке. Какая погода на неделе? В стране проведено свыше 375 тысяч тестов. 10620 белорусов полностью выздоровели от COVID-19. Эти данные приводит Минздрав. К борьбе с заразой подключился ликероводочный завод в Гомеле. Там тоже начали разливать антисептики. Процент содержания спирта в них не менее 70. За одну смену рабочие производят 900 декалитров раствора. Не осталось в стороне белорусская торгово-промышленная палата. Научно-практическому центру эпидемиологии и микробиологии, сотрудники которого работают круглосуточно и без выходных, передали спортивные тренажеры. На очереди еще несколько республиканских и региональных медучреждений. Безопасные покупки сотрудники центра гигиены и эпидемиологии проверили общепит. Масочный режим, регулярная санобработка, разметка на дистанцию. Мария Бересневич убедилась, хватает ли в магазинах антисептиков. Рейд специалистов санстанции нашей съемочной группы пришелся на санту в 7-м микрорайоне. Продавцы занимаются выкладкой. Масочный режим соблюден, перчатки у каждого. Кругом разметка, таблички с напоминанием про дистанцию. Каждая уборка с применением ДЭС-средств в обязательном порядке. Конечно, конечно. У нас есть канистра, конечно. Даже 20-литровая. Спустя две минуты в торговый зал выносят несколько видов антисептиков. Для обработки рук, оборудования, полов, дверных ручек, корзинок. Так, дальше полидез. Полидез мы разводим, обрабатываем, получается, все поверхности. ДЭС-средства есть на рабочих местах, в санузле, на складе, в торговом зале, при входе и на выходе. Расстояние между санитайзерами около пяти метров. За чистоту рук можно не переживать. Утренний фильтр или так называемый журнал здоровья здесь как будто настольная книга. Перед каждой сменой измерение температуры. Сотрудники с недомоганиями отправляются домой. Правила распространяются на весь общепит, кафе, рестораны, бары. Покупатели тоже держат руку на пульсе собственной безопасности. Я оделась, в Москву одела перчатки, ду в магазин. Есть перчатки, есть дезинфицирующие средства, обрабатываются корзинки. Честно говоря, редко хожу в магазин. Лично я соблюдаю. В магазин захожу в маске. Было проверено более 240 объектов. И нарушения в части профилактики распространения коронавирусной инфекции были выявлены в 55% случаев. 45 объектов была приостановлена деятельность. Следующая в списке – копеечка на 50 лет в ЛКСМ. Если с разметкой и антисептиком вопросов нет, недочеты в уборке зала заметны невооруженным глазом. На полках рассыпанные крупы, на полу грязь. Скажите, как часто вы проводите уборку? Через каждые два часа. До средства сколько раз в день применяете? Тоже при каждой обработке. При каждой обработке. Обязательно. А скажите, а когда вы убирали торговое оборудование, полки, вот эти посмотрите, что у вас? Ну, по мере возможностей, конечно, по мере засорения, но мы этому уделим время. Да, вот это уделите внимание. Между тем, маска и перчатки у каждого продавца при себе. Заведующая магазином уверяет, со средствами защиты проблем нет, запас имеется. Плюс к тому, все сотрудники в строю. Последние сегодня 5 человек у вас на смене работников, да? Да. С признаками респираторных заболеваний. Судя по журналу, нет. Магазин сети получил предписание на уборку. Пока это лишь письменное предупреждение. Если работу над ошибками не учтут, штраф может достигать 800 рублей. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Правительство определило список компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС. В число везунчиков вошли Бобруйска, Громаш и Белшина. Благодаря решению Совмина организации смогут быстрее вовлекать деньги в оборот. Валюта начнет поступать в страну по ускоренной программе. Со слов специалистов, это огромный плюс. Так они 30 дней лежали без движения. А так мы немножко их раньше вовлекаем в оборот. То есть нам возвращает государство их обратно. В течение 10 дней мы их запускаем в оборот. И уже их оборачиваемость не 90 дней, а уже, скажем так, через 60 дней, они уже с момента приобретения материальных ценностей опять превращаются в деньги. Атлант, Амкадор, МТЗ, МАЗ. Всего в списке 77 компаний. Пока новация будет действовать до конца сентября с оговоркой, что в будущем станет нормой. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры? Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Не отходя от кассы, новое жилье и вклад в будущее. На поддержку одаренной молодежи выделят свыше миллиона рублей. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Лидеры ЕАЭС одобрили стратегические направления развития до 2025 года. Упрощение процедур для автоперевозчиков, согласование цен на газ для стран-партнеров. Документ состоит из 330 позиций, которые должны укрепить интеграционные процессы и снять все существующие барьеры. В Беларуси разрешили снимать наличные с карты через кассу магазина. В сельской местности и небольших городках выдача будет возможна уже в начале лета. На остальной территории страны новшество заработает с 1 января 2022. Сумма выдачи наличных в рамках одной операции составит не более пяти базовых величин. Третий этап репетиционного тестирования можно пройти онлайн на сайте Ригза. Абитуриентам необходимо зарегистрироваться в своем личном кабинете, воспользоваться одной или несколькими способами оплаты или рассчитаться через систему ЭРИФ. Услуга доступна с 19 мая. В Беларуси в январе-апреле 2020 введено в эксплуатацию без малого полторы тысячи квадратов жилья. Это свыше 12 тысяч новых квартир, что на 6% больше, чем за такой же период прошлого года. На поддержку одаренных учащихся и студентов выделят свыше миллиона рублей. Средства поступят из спецфонда президента. Стипендии назначили почти 200 студентам и курсантам. Ряду победителей международных олимпиад назначены денежные вознаграждения или поощрительные выплаты. В серые облака небесная канцелярия не спешит радовать горожан весенним теплом. Синоптики прогнозируют дожди, облачность и арктический воздух. Надолго ли тренд уточнила Кристина Арианц. Дождливая погода продолжает испытывать горожан на прочность. С утра пораньше в город нагрянула ненастья. К вечеру тоже не распогодилось. Небо все затянуто, весь день слякоти морозь. Метеорологи уверяют, всему виной арктический воздух, который пришел с Восточной Европы. Луизиану сотрясло. На штат обрушилась целая серия торнадо. В населенных пунктах разрушены десятки домов. Повалены линии электропередач, повреждены сотни автомобилей. Сезон природных катаклизмов в регионе далек от завершения. Синоптики предупреждают, в ближайшие дни стихийное бедствие может вернуться. А вот Сидней окутал густой туман. Не видно даже главную достопримечательность. Самый большой мост – Харбор-Бридж. На вершине ориентира остались лишь флаги Австралии и Нового Южного Уэльса. Из белой пелены выглядывают одни лишь шпили небоскребов. Завтра в городе ожидаются дожди и порывистый ветер. Ночью утром будет преобладать облачная погода. Днем просвета также не предвидится. Сказывается влияние области повышенного атмосферного давления и прохладных неустойчивых воздушных масс. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. В темное время суток столбик термометра не поднимется выше 80. В светлое же воздух прогреется до 12-14 градусов. Кристина Риенс, Максим Галенко, Бобруск, 360. В Беларуси прошел заключительный этап Республиканской Олимпиады по учебным предметам для учащихся 11-х классов. Химия, математика, история, русский язык. В каждой из дисциплин горожане были на высоте. Но абсолютного успеха добился Андрей Львов. Его стихия – география. Максим Кимбель узнал секрет победы. Три тура, свыше сотни заданий, звание абсолютного победителя. Андрей Львов стал триумфатором Республиканской Олимпиады. Это путевка на Геофак БГУ. Своим сильным сторонам я бы причислил аналитические вопросы. Как бы жюри проверяет твое умение думать. Такие ученики на вес золота. Преподаватель Светлана Григорьевна уверяет, победа – заслуга успешного тандема. Ученик – учитель. Если у ученика есть желание работать, и у учителя есть желание, то всегда закономерен, наверное, успех. В школе создана и работает целая система по подготовке наших ребят к олимпиадному движению, к централизованному тестированию. География – не кабинетная наука. В большинстве своем это работа с природой и на земле. А потому Олимпиада – не только теория. Узнать рельеф местности или наличие полезных ископаемых – одно из практических заданий. Ни географии едины. На республиканских Олимпиадах бобруйские школьники завоевали сразу четыре диплома. Это все из событий к этой минуте. Следите за нами в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!